во имя отца и сына и святаго духа псалом 135 5 стих который сотворил небеса премудро ибо вовек милость его двадцать шесть стихов ибо вовек милость его сегодня заменяется аллилуйя слава тебе боже напоминаю что молитва состоит из трех ступеней первое просительное дай помоги спаси сохрани продли почему когда соломон молился господь сказал ну ты не просил долголетия не просил победы над врагами а просил мудрости кто сегодня просит этой мудрости если вы просили этой мудрости получали на земле было бы полное единение но в самых простых вещах мы разница потому что любим разное двадцать шесть стихов вот сегодня человеку скажи двадцать шесть просьб вырази господу испытайте сами себя а потом сравните с кем-то двадцать шесть просьб тут и машина будет тут и скотина будет тут и родина и политика и при том все будет разное в америке за одно будут просить арабы будут другое вторая ступень это благодарение на первое все люди на земле маленькие даже не знают он ну что-то ему надо он будет просить еще и богу не обращается к своим просьба а помилование первую очередь должна звучать я грешный ты святой грех ни один не войдет царство небесное прости мне приходилось многократно беседовать с людьми другой веры я говорю а сейчас мы стоим на корабле но поднимается волна цунами нас смыло ты спасен а кто это знает ну что для этого нужно делать добрые дела где добрые дела корабль скрывается в ночи все балтийское море льдины плавают больше пяти минут не продержимся спасен или не спасен ну как аллах скажет то есть нету спасение я говорю я знаю иисуса христа который мои грехи беззакония безумия взял на себя и он был распад ты это понял а как это может он взять рассуждать некогда осталось две минуты и вот мы сегодня рассудим сами по себе на первой ступени все люди на земле фашисты коммунисты безбожники как только приспичило сразу господи помоги а когда много людей бывает когда в армии забирают а еще когда бывает студентов много когда за экзамены сдавать они на что угодно идут сдать экзамен просьба одна и та же а нужно ли это тебе мыть многое что просим после нерада что случилось я так надеялась он так выглядел а теперь вот тиран жизни с ним нет вот и просила а ты говорила да будет воля твоя нет я хотела завладеть им но и неси это игорь мы везде должны говорить о том что тебе угодно ко мне поступают просьбы с разных континентов из австралии с европой с америки помолиться а еще я буду молиться только о том что была воля божия потому что я не знаю чего просить да и операцию делаю я не знаю нужна ли она не знаю какой результат нужен от нас все это сокрыто здесь речь идет о земном но мы прочитали слушайте внимательно еще раз отости считайте который сотворил небеса премудро ибо вовек милость его на земле мы многое исследуем ботаника животноводство птицеводство пчеловодство многое знают люди а так под рукой можно изменить другим другим кормом кормить другая продукция будет но небеса кто знает небеса вот скорость света нам так преподают мы в это верим за одну секунду 300 тысяч километров в секунду тысяч даже вообразить это нельзя и говорят сегодня нашли астрономы созвездия которые отстоят от земли на 4 миллиарда световых лет то есть цифры не выражаются нулями может эту комнату заполнить это и что там не знают и все спрашивают ну если какая-то жизнь на этих небесах потому что являются тарелки воевать какие-то люди много военные скрывают что это за люди мы знаем это бесы мне приходилось с такими людьми беседовать они считают приближенные к богу я вот когда молюсь у меня тут третий этаж и друг дверь открывается с балкона и заходят такие под потолок а кто они такие ну кто ангелы а зачем они приходят к тебе не знаю то есть она ничего не знает дьявол принимает вид ангела света об этом мы считаем во втором послании к коринфянам 11 глава и неудивительно сам сатана принимает это и люди подделываются и так мы переходим на третью ступень славословие ибо велик господь слава ему я не прошу вторая ступень за все благодарите просили молились поднимали руки вопияли но на все равно все отняли к примеру говорю а ты благодарил незнаемо что было бы если бы по-другому было от нас сокрыто абсолютно все на земле мы только пользуемся тем что на сегодня бог дает какая погода ты можешь изменить нет температуру нет кто будет проезжать а эти военные испытывают многое понимаются я вот ночью стою гляжу среди звезд летит спутник а ведь от работа на которой детали падает на землю это тонна металла и где мы будем от нашего дома даже лепешки не останется а мы должны благодарить бога чтобы такой тишине живем да мы просили мы молились но результат не такой какой ждали да будет более твоя мы говорим и на земле как на небе а больше всего просим хлеб уж не другие продукты хотя бы хлеб был хлеб насущий сегодняшний ангельский хлеб ел человек златоуз говорит мы не знаем ангелы питаются или нет если питаются то известно что питаются хлебом ангельским хлебом так это или нет он горит не знаю написание говорится мы ссылаемся сюда а здесь небеса мы говорим сколько небес как сколько одно небо и полный был вознесен до третьего неба мусульмане говорят 7 7 небес а у нас кроме трех написано и небо небес это все тайна прокл секретарь близкий яна златоузского после него был на его месте он просил господи покажи а где я находится и когда было показано небо святые и он его не нашел он заскорбил как же так молился трудился столько делов но ему сказали его нет здесь а где он прямо у престола божия на небе мы не будем утверждать вот так написано и так мы сейчас прочтем несколько мест которые говорит на библия 486 раз библия упоминает о небе мы никогда не прочитаем здесь но хотя бы немного узнать что нам бог дает в этом слове прославить бога ибо велика милость его нас должно все время захватывать то что нет у человека понятия о пространстве и о времени терплю бога до конца мысль то и пойдут в муху вечную а правильники в жизнь вечную ну муха сколько даже всю вселенную разложить на молекулы все равно конец будет никакого конца не будет и это все мы зарабатываем сегодня мы себя определяем где мы будем первая ступень должна показать мы знаем бога но мы не знаем что нам полезно и просящего то мы должны согласиться да будет более твоя получил зато вот или не получил просимая выразить благодарение богу иначе будет совершенно не так как ты думаешь и третья ступень славословие мне не надо ничего я не знаю за что благодарить аллилуйя аллилуйя слава тебе боже вот и все в этом православие слава отцу и сыну и святому духу вот этой третьей ступенью славословие переполнена библия и особенно вот этот 135-й псалом 26 стихов 26 просьб выразить испытайте себя это небольшое задание придете сегодня бумагу ручку и напиши 26 просьб господу богу покажи скажи господи распредели мне что здесь нужно дальше легче благодарить за все благодарить а третья ступень вот она здесь говорится за все славословить перечисляется все военные действия враги побиты слава бога и здесь говорит о небесах слава бога мы прочитаем этот салмах 58 раз давид благодарит бога за небо а что мы можем сказать о небе а погоде только мы многому сегодня научимся в новом завете 109 раз благодарения и тоже о небесном бытие 1 14 вернемся к первой истоку когда бог давал откровение 1 1 14 и 17 и сказал бог да будут светила на тверде небесной для отделения дня от ночи и для знаменей и времен и дней и годов так и 17 стих и поставил их бог на тверде небесной чтобы светить на землю твердь какая твердь она там разряжена пространство категориями священного писания библии нам трудно рассуждать твердь но отлететь птица мы привыкли она машет крем они просто она упирается как на земле скачет козел как ходим мы это твердое и когда поднимаются ракеты самолеты как трудно им это это как она держалась бы как самолет мог держаться если бы не было тверде твердь мы думаем безвоздушное пространство ты повторяй всегда твердь которую господь окружил землю метеоритов падает каждый день тысячи разного размера и господь маленькой оболочкой обтянул землю и они падали в нее сразу от трения загорается ты надо как след идет какой-то и до земли редко когда доходят доходят только что бог допустит и мы видя это должны благодарить бога иначе нас засыпало бы сегодня за за один день мы просто не видим мы днем то не а ночью то можно увидеть и так салон 24 мы что-то о небе будем знать желание бога живущий на небесах посмеется господь поругается им господь на небесах а на земле пока повторяй то что написано он всюду но давид видел его на небесах превыше всякого расстояния а богу который на небесах не понимая библии не имея ее многие береги понимают бог там или там бог верху еще притча соломона 3 19 господь премудростью основал землю небеса утвердил разуму слова то мы слышим ну как это укрепил что столбы какая-то поставил вот так понимает земля стоит на слонах слоны на черепахах это индийское понимание легенда мы говорим не знаю мы про небо что можем сказать ну кто-то летел а что-то узнал за это время что летел благодаря богу что не упал только и всего ты ничего не видел космонавты возвращаются а я бога не видел гагарин а тебе ведь занять не было такого задания а теперь ты увидел так они кощунствовали мы в космосе бога не нашли его там нету вот летают три сразу космонавта погибло а чего не погибли только сейчас разговаривали открыли все легкие кто-то как будто пальцем ткнул там где они сплошная далеко воздуха никакого нету давления нету все разлетелось что это насмехались над богом вот мы были может быть и так ангел просто ткнул и все кончилось мы можем только догадываться как это было знаете волка пасают там мгновенная смерть итак мы хотим узнать больше о небе притча соломона 8 27 открой нам господи премудрость соломона когда он уготовлял небеса я была там когда он проводил круговую черту по лицу бездны это слова выражающие видимое мы знаем я сейчас говорил о том что миллиарды световых лет ну а дальше то нет конца как это нет ну все ограничено нету ни во времени и в пространстве мы настолько немощны ну вопрос времени мы часы там но придет время все остановится и написано времени больше не будет мы сейчас не можем объяснить что такое время часы 24 часа 60 минут а откуда там взялось ну а до этого что было до истории тьма над бездною и дух божий носился над водою носился над водою я у бетекса просчитал интересное толкование когда человек что-то размышляет архитектор он руки заложил за спину шагает и думает вот здесь надо так и дух божий носился как бы подготавливая к великих переменам во вселенной вершиной творения является человек сотворенный по образу божию и когда мы видим человек не знает писания делает злодейство неблагодарный это не от бога это от лукавого от бога то что свято будьте святы как я свят но мы не знаем только знаем что он отдал сына своего единородного и так ты не пожалей ничего для прославления бога если будут тебе давать какие-то задания там принять что-то ты будешь на должности отойди с презрением там нет бога его условия отойди от бога не верь мне неоднократно это предлагалось вы какую пользу могли в родине принести связались бог ты его видел не видел не знаю ну вот понимаете пользами то коммунисты первые секретари вызывали меня и говорили польза была бы какая а теперь какая польза а ты посмейся этому польза великая я славлю бога которому нет места и причины матфея 3 2 и говорит покайтесь ибо приблизилось царство небесное вот это да в английском языке говорит приблизиться с этой хенд это покайтесь ибо ставьте боже под рукой у нас по-русски приблизилось а насколько у них перевод такой это одно и то же под рукой покайтесь и все изменится вот мы считаем блаженство блаженный плачущие ну почему утешится ну когда нас злословят придумывают чего не было ну как трудно вынести а господь говорит радуйтесь и веселитесь велика ваша награда на небесах так гнали пророков бывших прежде вас как за то что он гонит клевещет и славить да не умолкая славь бога они венец тебя плетут золотой не отступай от этого не каждому такую честь бог оказывает чтобы его злословили а я живу спокойно на работе меня не трогают я говорю а знают что ты верующий нет а где крестик а я на майке на лямочке с обратной стороны пришил а в комнате как у меня крест есть но у меня фужеры там буфете я за ними его поставил никто не знает это предательство ты каждым моментом пользуйся где-то едешь в поезде сел тебя никто не запретит сразу перекрестить благослови господи нас всех сидящих здесь дабы не погибнуть мы молимся об обе ходим под нос чтобы его не зарвали нас никто не заставлял и мы с любовью николаевна каждый день ходили туда потому что если крымский мост взорвали то наш вообще я написал в министерство транспорта обошел сделал специальный такой предмет замерил от моста до воды сколько и нашел 13 уязвимых мест мне ответ пришел там из кгб ну у нас патруль я ни разу даже не видел там какое время суток я прикинул что я диверсант взорвать ничего не стоит а мост прекрасен почти километр 942 метра три движения три полосы в одном направлении и в другом красота какая и все это одно мгновение ничего нет а как быть богу довериться надо ну вот ездили сколько но проехали всю страну всю европу бывает падает машина и почти при нас мы шли друзьями здесь и видим ремонтируют парапет здесь трубы какие какая-то машина почему-то ударила там согнула но не упала и мы когда переезжали через мост мы отстегивали собака которая с нами открывали дверь и сами себя ремень скидывали если упадем а все может быть то хотя бы выброси но мы нигде не упали и вот эта забота предусматривала спасение жизни автобус ничего сорвался и упал в воду и здесь чемпион мира находился по подводному плаванию армянин и он начал нырять разбил стекло как он сумел это сделать и по одному по одному ну не всех конечно вытащил вот как у бога выберено что он по нырянию первое место в мире держит и перед ним так автобус с пассажирами улетел в озеро большое далее считаю матфея 3 17 и все глаз небес благоволючий серии сын мой возлюбленный в котором мое благоволение с небес глаз и это ради нас эти скажи небо не безмолвное он умер за нас и голосом господь подтвердил да мы верим в это если человек не верит он считает это миф сказка мы пришли сюда найти единение в общих молитвах и прославить бога поэтому нужно напряженно стоять не дремать мы кланяемся великому богу господь говорит и павел говорит мы знаем чему кланяемся а они не знают кланяемся это поклоны наши они оправдываются священным писанием поэтому в поклонах мы должны быть ревностны господи член есть чрево по пупу иисусе христе точно на правую руку на левую помилуй меня грешного и поклон мы для этого и пришли чтобы объединиться в общей молитве у нас не может быть разногласий мы одинаково верим как произошли как господь образовал господь не муж образовал ващееве дал глаза натянул жилы кости как это может быть в утробе такое строительство идет а мы потом правильно ли этим пользуемся и далее матфея 5 3 и 10 блаженны нищие духом ибо их есть царство небесное блаженны изгнанные за правду ибо их есть царство небесное царство небесное земных царств много разные строя на земле коммунизм фашизм а неба нет и они уходят со сцены как будто никогда их не было ну кто будет помнить какие были главные секретарины генеральные тут спрашивают крупская ну знаю надежда константиновна жена вождя и спрашивают и ни один ученик не знаю девочка на я знаю кто коммерсанша какая-то вот и все это первое лицо во всем государстве это его жена в честь ее сколько назвала колхозом было мы должны сказать великое дело называется христианином как бы с тобой не было ты многого не знаешь повторяй я христианин мы считаем в житиях святых он говорит о допрашивают а как отвечать а мы будем говорить я христианин и на все вопросы их казнили не узнали но церковь знала как их звать надо научиться всегда говорить когда трудная ситуация тебя будет что-то потерял болеешь и я христианин поэтому я совсем не такой как вы меня видите я могу свободно переносить то что неверующий никогда не перенесет поношение и молиться за врагов господь дал мне силы вот в этом старом состоянии ежедневночно выходить на улице деревни изо всех молитвей я многое вижу под небом но когда закончится на улице молитва зашел сто поклонных можно опять лечь бог открывает великую истину небес вот смотрю большая медведица почему она тут почему если сколько расстояние пока что сделать и северный полюс и вся вселенная кажется крутится вокруг него а северный полюс показывает не с места как это понимать я на корабле работал ну и нас учат когда говорят сейчас разные приборы а раньше этого не было по звездам по звездам корабль идет в море у нас было такое шторм меня вызвали же штурвал утро пришло мы не знаем в какую сторону мы плывем но мы не знаем далеко ли тут до дании где наша страна давай спрашивать рыбаков какие идут заблудиться ничего не стоит итак восемь одиннадцать говорю же вам что многие придут с востока и запада и возлядут с авраамом и сааком и яковым в царстве небесном вот где мы стремимся в царство небесное какой самый лучший строй на земле искание царства небесного и последним вздохом на земле чтобы сказали господи прими меня как раба твоего очищенного крови твоей святою кровь иисуса христа очищает нас от всякого греха но я здесь во условиях впереди первое послание 1 7 если ходим во свете как он во свете вот вопрос этот надо решить во свете или во тьме что не спрощишь я не знаю спроси другого ответ в библии она дает нам ответ на тысячи вопросов вот у меня скайпе там на своем канале я отвечаю на четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса сохранившихся люди задают вопросы когда и и трогать и в поезде когда едешь да бывает даже встретишься сразу вы могли бы сказать что да могу сказать а события дальше как исчезает денежная система чип на руке подошел сразу сняли с тебя ищет тебя полиция или нет а потом потом границы исчезают общая картина такая какая страна будет это столица москва москва будет сожженной в один час откровение 17 18 глава доказано с точностью до буквы а дальше правитель мира над всем миром а какой нации он будет евреи еврейский народ разбит на 12 колен из колена иудина христос колена левее на священство а то у них было а здесь говорится о колене данного колена породит антихриста и он будет царствовать три с половиной года при нем сойдут с неба енох и илья которые не умирали не умирали енох около семи тысяч лет уже и как они будут действовать говорить об этом мы считаем в библии и как враг объявит им войну и они будут убиты и на улицах херусалима брошены и будут люди поздравлять правители избавились от них потому что кто нападал из них огонь выходил и пожирал и вдруг с неба призыв и они поднимаются вот события будут и будут они действовать 1260 дней до одного дня еще ничего этого нет бог знает все от начала и мы даже бога проставить и на небеса они будут взяты и нам бы быть с ними первое условие будьте во свете как он во свете второе условие и имейте общение друг с другом общение но отвозите себе что вы находитесь в месте где нет православных оказались в Иране в Ираке в Афганистане что будете делать мысленно проиграйте этот момент как это будет выглядеть что мы будем делать что будем искать а ведь охота поесть жизнь продолжается в первую очередь узнать каким то образом перекреститься если там православный храм если есть голода уже не умрешь а если там есть ты узнаешь где ты находишься православие это наша родина а все остальное ответят сами за себя и написано тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха повторяю 1 Иоанна 1.7 тогда если это первые два условия нарушены небо уходит от нас но вот каждый год преображение ну и что собираются люди со всего мира гора фавор почему фавор в библии не сказано там палатки стоят люди и вдруг среди дня появляется облако и облака нигде больше нет и прямо горе подходит ну а дальше просто надо смотреть что и как и что люди обратились богу нет а откуда это наводит не знаем мы знаем что мы в этом не нуждаемся если бы нужно господь здесь показал вот выйдите когда посмотрите какие облака но даже не верится что они не твердые кажется сидел бы ноги свесил от них дальше 11.12 а дней же Иоанна крестителя до ныне царство небесное силы уберется и употребляющие усилия восхищают его надо соблюдать посты творить добрые дела усилия большие нужны куда угодно не прислоняйся ты видишь злословие человек библию не знают корежите сектанты еретики отойди от них но если там ты видишь чудеса и чудеса явные не не похули ты видишь исцеление скажи не знаю а говорить что отверстие улы или как это будет хула на духа святого не знаю потому что чудеса совершаются в разных сектах а ты благодари бога дальше 2 петра 3 7 а нынешние небеса и земля содержимые тем же словом сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков вот это небо и земля до времени когда будет уничтожено и огонь соединит в одном будет 10 стих здесь же и потом 12 придет же день господень как тать ночью и тогда небеса шумом придут стихии же разгоревшись разрушится земля и все дела на ней сгорят стихии перевод дается такой элементы разложится потому что везде человек состоит из этих молекул и вдруг все распадется и мы где-то уже близко близко к этому не надо обольщаться что это еще не скоро будет если завяжется сегодня и применят атомное оружие об этом уже президент говорил то мы в первую очередь близко находимся если от военных баз поколеблит бог землю ты благодари бога 12 стих ожидающим и желающим пришествия дня божья в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают растают перевод дается элементы распадаются то есть первоначальное что это молекула на атомы нейтроны там все разложится что это за событие будет не знаем но смысл дается именно такой поэтому бога надо ставить и за воздух который у нас есть за каждое растение за птиц вот все вокруг посмотри это бог дал для утешения чтобы через это нашли бога само по себе это не может быть у кого там хлопнул а без него тоже нельзя личинок нет любви питаться нечем мы привыкли так вот это вредное вот это у бога нет вредного они стали такими после грехопадения 1 коринфянам 15 40 есть тела небесные и тела земные но иная слава небесных иная земных так 40 49 это непонятное это ангелы и человеки я думаю так сравнивать тело человеческое мы знаем а духовно духовно как господь открывает прикоснись я прикоснусь и исцеляю да хоть ты день и ночь цепляйся а господь кто-то прикоснулся ко мне я чувствовал как отошла сила вы считаете евангелие а вот людей бывает такое было тень петра идет тень длинная в вечернее время на тень сколько захватит и люди поднимались все болезни исчезли как это может быть ответ не знаю но я бога благодарю со второй ступени уже не уйду а третье за все слабословие вот этот салон на третьей ступени как давид умудрился это сказать это я решил 26 проповедей сказать обо всем вот 5 я говорю 49 стих да и как мы носили образ перстного будем носить и образ небесного надо вопрос спросить образ небесного какой образ небесного образ конечно христа апостол павел говорит подражайте мне как я христу так что он христос как христу и в ком видите этот образ и подражайте у людей очень много ошибок бывает когда внезапно делается богатым он не знает куда это все идете как выступить кому помогать стоит как кассира рассказ один один каменолом не работает камни там долго на священник его знает и видит хороший но бедный ребятишек много сам молить бога господи дай ему найти золото там так и получилось он нашел много золота быстро дело подняли и вот уже губернатор как он там пошел а его нигде не применяли не пустили и говорят он жестокий такой он думает только о себе он пришел господи да как же так то зачем же ты просил об этом господи верни какой он был небесный был а теперь все плотское и на завтра что-то у него нашли неладное какой-то белоусов приехал и поставили его на место но в тюрьму не посадили опять накинул он у меня работает он господи слава тебе поэтому проси да оглядывайся что будет 2 коринфянам 5 2 оттого мы и воздыхаем желая облечься в небесное наше жилище если это у нас жилище это тело мы воздыхаем а это туда с телом не войдешь только чуть я заболел все лекарства растения и какие смеси не делают ну подожди маленько может бог отзывает я никогда не думал что до такого возраста доживу а то бог делает так и наши ефесянам 3 10 дабы ныне соделалась соделалась известную через церковь начальством властям на небесах многоразличная премудрость божия вот как а какая премудрость учите этому детей если они не будут знать бога лучше бы не родиться все закончится и человек ушел а где он теперь да были люди крепкие вожди мы считаем ветхом завете никому нигде нету а сколько их было таких в каждом государстве и стрели и костей нету а если жил для бога он уже в небесах 6 9 и вы господа поступайте с ними так же умеряя строгость зная что и над нами самими и над ними есть на небесах господь у которого нет лицеприятия мы знаем что там господь поэтому не возносись если господь начнет сравнивать нас вчерашний день как мы жили и сегодня еще а разница они на много мы видели сколько к нам людей нынешний приезжало какие начинают проблемы не люблю это слово какие нерешенные вопросы дети непослушные были такие которые уехали и бог знает придется видимо отказать совершенно невозможно руководить ими он делает что хочет а те с руками разводит почему что не решили его когда он поперек лапки лежал ну вы знаете о ком говорю как у нас это было и дали колоссиным 4 1 господа оказывайте рабам должное и справедливое знаю что и вы имеете господа на небесах только помню что бог видит бог знает еще тушь господь сделает как я сегодня узнал человек не расположенный ко мне который не работает и вдруг работать начал а он враждует против я сразу же начал молиться господи да благослови его что научиться не барыгой быть не обманом жить а трудится уже несколько дней трудится да как ты вели господи я каждый день и ночь молился о них он только только начал работать у меня все затрепетал да господи благослови чтобы воргли разу это не помешали ему он надумался почему даже не знает сколько молитв за их этих людей было за все благодарите ибо тама воля божия о христе во христе иисусе откровение 12 12 итак веселитесь небеса и обитающие на них горе живущим на земле и на море потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости знаю что немного ему остается времени радуйте что нам открыто так много посчитайте вот эти надписи которые горем есть я не благовествую какие надписи рукой писали а батюшка сделал заказал в барнауле это поучительно все у нас в столовой я не знаю там наверно 12 плакатов таких да как они умно сделаны достаточно это и написано из библии местописание вот этот новый метрополит вот где он тут написано то вот я устал миловать до этого епископ был ну никто не обращал священники приезжают а он сразу подошел а где это написано а тут еремея 15 6 а от солнца видимо высвело где-то и он сразу показал что он не такой как другие против нас там соединение какие были мы к лагере объявления вешали они посылали семинаристов и они срывали а где не могли сорвать писали ересь ну как в лагере ересь а здесь он устал господь миловать говорит этот и метрополит буквально все поставил на место все по другому стало мало того объявления прям под колокольное заходишь храм повесили и он благословляет сколько раз у нас здесь был метрополит сергий и откровение 19 14 и воинство небесные следовали за ним на конях белых облеченные весом белый и чистый я не знаю кто менониты или кто-то другие ролик поставили один второе пришествие христа видели какие трубы даже не верится что фильм можно так поставить и кони конница конца края нету и на первом коне христос и начинается страшный суд ну забывай что это фильм содрогаешься пламя огня и как люди кто чем занимается и друг увидели и там кто-то играл кто-то спал и все как смотрят на это все исполнилось а это будет и потом показано как молнии сверкают бьют на кладбище мертвые встают где-то череп был подлетает надевается тело сразу появляется если не видели откройте второе пришествие христа нет выйдите на меня я вам вскину труд благословенный притом нельзя сказать кто может православная православная вряд ли потому что слишком хорошо поставлены и так мы сегодня немножко коснулись небес и будем говорить господи слава высший богу на земле мир человека благоволения о ты сущий на небесах призрин на наше смирение на наши нужды что мы объединяемся друг с другом по слову твоему ты нам многое сегодня открыл из святой библии богу нашему слава отцу и сыну и святому духу ныне и призна и во веки веков аминь 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 аминь